у меня сегодня премьера я с такой аппаратуры первый раз благословение вам и когда вот было прославление потом говорил pastor потом говорила данута диана когда вела прославление вот лично для меня вот в духе так ну перетекала все и движение божие она есть она жив господь когда ваш пастор попросил поделиться словом и тема была такая люби свою церковь и скорее наверное эта тема звучит так научайся любить свою церковь потому что любить в совершенстве может только господь вы вообще понимаете свою значимость вот от того момента когда вы христу сказали да понимаете кто вы господь пришел у вас пришел в сердце начал свою работу он когда творил вас он знал это будет вот диана она будет так выглядеть она родится в этот день она будет жить в латвии и и вся 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 жизнь он 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 уже знал и господь сказал это мое дитя и все что есть во мне я вложу в нее скажите это себе господь вложил меня все с того момента когда он с нами и мы в нем это его величие его могущество его слова все читали я на 17 главу молитва иисуса христа перед тем как его взяли и там слова единый 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 в единстве звучит очень очень часто и все мы в ком христос господь собирает воедино воедино и и чтобы продолжить эту тему дальше и чтобы вы получили что-то от господа сегодня не просто услышали но получили съели вложили сюда я хочу немножко сказать о том что сделал христос для каждого из нас господь 3 день как мы сегодня пели отец и дух святой и его любовь его три единстве они все вместе они проявляют отец к сыну сын духу святому дух святой к отцу и это перекликается и господь создал человека чтобы излить свою любовь потому что господь не может не давать он для того чтобы давать изливать свою любовь что сделал иисус он пришел на землю в образе человека в образе совершенная жертва за греха совершенная жертва за грех за грех человек искуплен кто говорит да человек искуплен и представляете где отец сын и дух святой изливают любовь друг на друга туда открыт вход тому кто говорит иисусу да и человек имеет доступ в эту любовь ангелы нет ангелы только заглядывают и думают о а человек сказал да и он в полноте любви божьей величайшая сила в нас это в каждом из нас а когда мы все вместе и сегодня я хочу говорить о церкви конкретно что мы можем ну человек по сути такое могу делать могу не делать да и то что данута говорила про дерево про дом и я хочу так перетечь продолжить церковь это дом до в русском звучит церковь церковь а вот в латышком базница и драуза это две вещи разные когда мы только приходим церковь вот на пороге мы приходим в базницу это еще как не наш дом мы еще присматриваемся к сожалению многие церкви храмы по городу это тоже базница но любовь божья она превращает базницу в драуза и совершенству господа нет конца и мы здесь учимся его любви да ну то поставила скелет я его сейчас буду наращивать давайте откроем луки 10 главу 27 стих и в основном от этого стиха мы будем идти здесь мы не будем разбирать кто это сказал историю там какая ситуация здесь коротко в этом стихе вложены две заповеди возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всей душой твоей всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя двадцатого все помнят день своего покаяния когда сказали сусу да все помнят ало да все помнят да да все помнят да Я отлично помню, когда я стала на колени одним человеком, стала уже другим. Многие вещи стали для меня по-другому. Но многие еще остались со мной. И Дух Святой запустил вот этот механизм. И в церковь я пошла не сразу. Был плохой опыт общения с верующими людьми. Но Господь настолько коснулся и сказал, ты как один в поле воин будешь, ты быстро упадешь. И через месяц где-то я только пришла в церковь. Думала, вот, финиш. О нет, все только начинается. Все только начинается. Когда ребенок рождается в семье, он воспринимает свою семью как место безопасности. И где он научается. И как бы не выглядели его родители, что бы не делали, когда он совсем маленький. Все равно для него дом самый лучший. Конечно, есть дома, откуда хочется бежать. К сожалению, церковь тоже не исключение. Бывает и такое. Но это только в том случае, где не царствует Божья любовь. И вернемся к стиху. Возлюбие Господа Бога твоего. Всем сердцем. Понятно. Иисус приди в мое сердце. Всей душой твоей. Здесь как-то посложнее. Не всегда хочется и принять, что Бог говорит. Крепостью своей. Крепость – это физическое тело. Все, что мы можем делать. Ну, не знаю. Может быть, достаточно моей веры. Хватит. Разумением твоим. Арвису сагу праута. Ум. Ну, спрады. Ум. Прады. В тот день, когда мы сказали Иисусу да, мы... Поверьте, мы только повернулись в сторону Господа. Тихо, мы только мы погрязываемся. Сколько тут у нас сложилось наше понимание и мнение? Мнение. Я думаю, что мы спрятали. Мнение. Веду. Веду. Очень много. Люди да. Как наезженные трассы такие. Я думаю, так. И все. Я думаю, так. Я думаю, так. Если человек как-то может и в страхе перед Господом смириться где-то, лично внутри. То в церкви далеко не так в отношениях с людьми. И поэтому здесь две заповеди. Одна перетекает в другую. Если мы научаемся любить Господа, то эта любовь, она потечет через нас на наших близких. Потечет в церковь. На братьев, сестер. Потечет тогда, когда мы за воротами церкви. Мы не перестаем быть церковью, когда мы уходим по своим домам и на свои работы. Это наш выбор. Господь, проистекай через меня любовью Твоей. Дух Святой, двигай меня. К сожалению, люди в церкви очень часто движены другой любовью. И поэтому любовь Божья Агапа она должна первенствовать здесь. Если мы почитаем книгу «Деяний», «Деяния» мы не будем открывать, да? Во второй главе. 46 стих, если кто-то записывает. Четвертая глава, 32 стих. Там употребляются такие слова «Единодушно». Единодушно. Там не написано то, что они были в Духе все едины. Это и так, само собой, когда Дух Святой сошел на каждого из них, из апостолов и учеников. Они были единодушны. Венопрата. Одинаково думали, на латышском звучит. На русском, если это слово разложить, они научались относиться друг к другу так, как относился Бог Христос каждому из них. То есть, вот это любовь Агапе. Очень много вещей, которые мешают любви Божией проистикать именно конкретно в церкви. Это, если провести даже семидневный семинар, этого не хватит времени. Но, когда я готовилась, я молилась, я просила Дух Святой, покажи, что близко, ближе вот лежит на данный момент. И я немножко посмотрела статистику, почему церкви закрывались. Не росли, а мельчали, и потом просто их не оказалось. В Лепе, вы знаете, есть такие случаи. Одна сестра, знакомая, она живет в Германии, она говорит, что в каждом городе закрытая церковь есть. Это не католические, не православные храмы. Это были горящие, действующие церкви. И причина. По поводу дома, опять вернемся к дому. Ну, Леонид работает строителем. И был такой случай. Женщина купила дом. Красивый район, красивый дом. Все хорошо. Но не посмотрела внешне. Но когда внутренне сняли обшивку, там, регипс, все что. Там обнаружили жучка, который ест дерево. Вот все балки, караэт. И все, все надо было убирать, менять. И смотри на эту статистику. Две вещи, которые выходят такими камнями, вот в церкви просто падают камнями. Две вещи, и, к большому удивлению, это не были атаки снаружи. В мусульманских странах церкви растут. Северной Кореи церкви умножаются. Где можно попасть в тюрьму, только что у тебя будет запись, где-то Иисус Христос, где-то в сумке найдут. Враг пытается церковь изнутри. Внутри. Изнутри. Когда человек перестает быть чувствительным к Духу Святому. Это тоже очень большая тема. И вот два таких камня. В общей картине. Которые могут просто остановить движение. Или вот этот жучок, из-за которого здание может упасть. Первое, это язык. Хочу вот на этом, ну, заострить внимание. Язык, говорящий зло. Мне лично представляется, как у змеи он раздвоенный. И первое, что вот я вот так в духе видела, это змеи с раздвоенным языком. Один край мне сказал о том, что это ложь в отношении себя. Вторая ложь на братьев и сестер. Это один язык. Язык лжи. И местописание. Не говорите лжи друг другу. Помните? Говорите истину. Это Ефесянам, 4 глава, 25 стих. 4 глава, 25 стих. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. 25 стих. Топец отметить мэллс и рано, истинги, и квенц, а саву туваку, потому что мы сова старпа истинги. Простой пример. Варуси, например. Иногда Библия, она далеко стоит от нашего сердца. Вашей зибели, он став очень талом на мусе сердце. Прочитали? Изусили? Изабыли. Сегодня съедим. Вот съедим вот это сегодня. Не говорите ложь. Один из переводов, который я нашла. Не давайте лжи стать и заградить истину. Я ложь, Санта, истинно. Я ярче, я громче. Вы ее почти не видите. Я, я, да? Я, слушай меня. Ты никто. У тебя денег нет. Квартира у тебя не такая. Машина вообще у тебя тазик. Это ложь. А, ты верующий. А, ты верующий. Ну, ну. Ну, ну. Диалог приходит и лжет. Он клевещет. Клевещет на тебя. Что ты ничего не добьешься. Что ты не способная, не способный. Что говорит истина. Господь говорит. Крест. Там все совершилось. Я заплатил. Я вложил тебя в этот мир. Я в тебе. Ты мое дитя. Мир такой. Ты мое дитя. Я тебе говорю. Я тебе говорю в слове. Кто ты есть. Бери и ешь. Бери и ешь. И уничтожай эту часть. Когда эта часть языка змеиного рухнет, вторая тоже не будет способной. Человек своими словами, он показывает, кто он есть. Даже когда он говорит на кого-то другого. Я подмечу на кого-то другого. И, знаете, мы все хотим быть похожи на Христа. Аминь. Очень хотим. Только давайте мы с вами не будем путать. Иисус, как судья. Иисус, как любовь. Враг меняет эти понятия. Иногда наше неполное понимание, кто мы есть, толкает нас осудить там, кто ходит там. Такой человек. Да, это то, это. Мы становимся как судьей. И я сейчас хочу сказать, что меня впечатлило на одном из служений. Пастор, который проповедовал, он общался с одним человеком. И тот человек, он в своем видении был на небесах с Господом. Это было замечательно. И когда он уже собрался уходить, Иисус откликнул его. Я не помню, как его звали. Джон, допустим, да? Да, Джон. И он повернулся. Да, Господь. И он говорит, я лица Господа не видел. Он говорит, я видел одну щеку и слезу по щеке. И Господь, что ты плачешь? И Господь ему ответил. И Господь ему ответил. Все с нетерпением ждут дня прихода моего. Веси так очень гадят, когда я отнесу от пакали шо-зем. Вознесение церкви. Брачный пир, агнца. Брачный пир. Брачный пир, а для меня это будет день самый страшный. Потому что кто-то не окажется со мной, а я люблю всех. Брачный пир, а я люблю всех. Вот такова любовь, она любовь несудящая, и поэтому мы здесь, в нас есть сила нести ту любовь, вот прямо растекаться, пусть язык наш не станет этим препятствием. Господь сотворил наш язык для Его славы, для Его истины. Аминь. Аминь. Великой любовь, Валилуя. И второе, через что, да? Через что, вот, жучок вот этот. Который может стать камнем. Это невнимательность. Вы знаете, невнимательность кажется, ну, так, ну, так. Кто заметил, кто не заметил, я такой, да? Или я такая? Кто-то говорит, я свободен. Но невнимательность, она может приводить к тому, что мы не будем замечать их большие вещи. И сегодня Дух Святой у меня связал, что именно, вот, невнимательность. И сегодня святаясь, как истинга, то, что невнимательность верным малым будет над многим поставлен. Кажется, не грандиозная духовная вещь, не духовная вещь такая, да? Она играет большую роль. Господь внимателен. Его интересует все в тебе. От наличия еды или шнурка в ботинках. До раскрытия духовных даров и все, что есть в духовном мире. И если мы даем Божьей любви проистикаться, пусть она вот вымыет вот это все. Внимательнее. Иисус, помните, сказал, вы меня одели на кормили. Вы пришли ко мне в темницу. Ну, как, больше в духовное куда-то. Нет, простые вещи. Греба с вайрак гарином слайдом, но нет, пара стас. И если возвращаться к заповеди, если мы отрежем к своей крепости, что я могу делать, вы знаете, наш первый пастор, у него, ну, такое понимание было, если человек хорошо работает, он будет хорошо работать в духовных вещах. И наше первое служение в церкви было. У меня была лопата, в большом доме, где живет семья, и где царствует Божья любовь. Никто не перешагнет через бумажку, которая валяется на полу. И не скажет, есть мама, она всегда убирает. Нет, что есть мама, она всегда убирает. Сын никогда не скажет, если ножка у стула отвалилась. Да, он никогда не скажет, если креста у каида, это отец всегда делает. Любовь, она царствует тогда везде. И поверьте, мы сами все не заметим, как наши нужды будут восполнены. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот эти две вещи, конечно, можно много говорить. Сохранить тот дом. Сохранить церковь свою. Ходить здоровым в духе. Стремиться быть во Христе в полноте. И это все явление любви в церкви. И это все явление любви в церкви. Господь почему-то сейчас положил в сердце сказать вам, может быть, это кому-то, да? И, наверное, тоже всем. Это сотый псалон. Третий стих. У всех в Библии есть. У всех в Библии есть. Эти два камня мы посмотрели, но почему-то... Ну, значит, Господь хочет. Не положу перед собой... Третий. Не положу перед собой вещи непотребной. Я не знаю, почему я не собиралась открывать эту часть. И я буду скоро заканчивать. И хочу вам сказать еще... Церковь, где в воскресенье все засыпались в зал. Побыли в присутствии Божьем. И потом разбежались. И до следующего. Наверняка у вас так нету. Это где-то, может быть, в другом месте. Может быть, в другом месте. Ну, в Преково так тоже нету, да? В Библиотаре. Белоруси. Я уже с пастером делилась этим примером. Я однажды возле церкви грядки там по Лолову, что так сделать. И там была такая доска объявлений рядышком. У меня не увидел, он подбежал к этой доске и начал читать. В нем не помни, а как вы учитесь? Деву колпоем. Светленина школа, яонечка, третий, пятый день, светый день. И видеть, как они колпо. Как они колпо? Сколько они колпо? Пусть церковь станет тем местом, где каждый принесет то, что вложил в него Господь. Каждый принесет свой талант, то, что он видит хотя бы сам. Поверьте, вы многого еще в себе не видите. У вас в каждом стоке Господь заложил вот прям коробки с бантиками, такими талантами, с дарами, которые просто надо развязывать. И церковь обречет еще большую силу. Еще большую славу Божию будет отражаться на этот город. И с улицы просто люди будут говорить, что, о, пойду и я к ним, потому что с ними Бог. Движение. Иисус скоро придет. Он придет за своей невестой. Будь в теле. Будь невестой. Смотри в сторону туда, откуда Господь придет. Он смотрит на той визой, на которой Девушка не лежит, где свадьба, задрав ноги перед телевизором или сети, соцсети. Или там пончики в масле жарит на кухне. Мы должны быть невестой. И чтобы закончить сейчас, у невесты белое платье, мы говорим святость. Да и аминь. Одно откровение, которое я получила, что святость, это не значит, я буду себя сейчас дрессировать и буду себя вот заставлять быть хорошим, хорошим, хорошим. Это учиться любить Господа. Когда ты любишь, все будет идти следом. Уже не будет ничего интересного. И святость белое платье невесты. Для меня было откровение, то, что я прочитала. Из одного места в Ветхом завете. Не будет конкретного местописания. Святость это искренность. Будьте со мной искренне, как я перед вами открыт, говорит Господь. Я открыл перед вами все. Я отдал сына. Я открыл перед вами свою любовь. И святость это не значит прийти в воскресенье, сложить правильно руки и сделать такое лицо благочестивое. Это быть открытым. Споткнулся. Скажи. Господь. Слово говорит. Признавайтесь в проступках друг к другу. Это ценно в глазах Господа. И в этом есть сила. В покаянии есть сила. Даже сила. И просто я для себя, да, и для вас тоже. Посмотрите на жертву Христа еще раз. Библия говорит, что Дух Святой каждому показывает Спасителя. И у меня очень часто возникает в памяти фильм «Мост». Смотрели? Да. Кто не смотрел краткое содержание? Один мужчина и его маленький сын жили возле моста. И мост должны были разводить и сводить. Это был железнодорожный мост. И однажды нужно было сводить мост. Сводить. Ну да, вместе. А он увидел, что его маленький сын сидит, и этих колес, которые там сводят мост, играет. И у него был выбор не сводить мост и забрать оттуда своего сына. И поезд тогда бы ушел в реку с людьми вместе. Ну, тогда весь сводится заезет боя от человеку. Или пожертвовать своим сыном, чтобы эти люди спаслись. Мы и обрабатывали солдар, чтобы эти люди так плавали. И он выбирает пожертвовать сына. И в это время показывает, кто едет в поезде. Пьяницы пьют. Наркоманы колются. Супруги ругаются, делят имущество. Дети бросают своих родителей. Кто-то мечтает купить дом. Кто-то поженится. Вся жизнь в этом поезде. И мальчик гибнет, и поезд проезжает. Любовь Господа. Она любовь дающая. Она любовь дающая. Господь оставил церковь свою. И пусть царствует любовь дающая. Пусть царствует любовь дающая обо всем.